Дорогие, продолжается череда проповедей. И мы как раз сейчас на пути задаем себе вопрос, кто этот Бог, в который мы верим. Если мы молимся к нему и воспеваем его в песнях, то есть это не просто религиозные шаги и действия, которые мы делаем. Но мы говорим о том, что нужно иметь отношения к этим Богом. Но нужно знать, с кем ты находишься в отношениях. И я хочу сегодня поговорить о Боге, который нас видит. Но что еще важнее, это наш взгляд на него. Потому что так, как мы его видим, соответственно этому мы и живем. Это очень просто объяснить. Если мы представляем себе строгого Бога, который все время наказывает, то и соответственно мы живем постоянно в страхе. И поэтому мы будем смотреть в этой Predigt-Серии, чтобы мы смотрели, какой он на самом деле. Окей, мы начнем. Ситуация такая. Я со своей семьей нахожусь в супермаркете. Моя жена мне говорит, хотим мы эту вещь купить? Я думаю, что это слишком дорого. Но как ей об этом сказать, что это слишком дорого? Эта деталь стоит 6 евро. Это были бы 12 марок. Я попробую это особенно драматично представить. Может быть с Иронией. Но она говорит, кто сегодня еще переводит в марки? Ну да, где она права, там она права. Маленькое замечание. Если я что-то для себя хочу купить, я никогда не перевожу в марки. Я думаю, что есть еще некоторые, которые могут еще вспомнить марки. Те, которые может быть все еще переводят, я не знаю. Но мы вспоминаем то время, когда еще были марки. И кто-то может быть скажет, раньше было лучше. Ден евро, den kannst ты vergessen. Ден евро можно забыть. Ты идешь в магазин, покупаешь пару булочек, немножко масла, молоко. Vielleicht noch irgendwelche Kleinigkeiten и ты будешь 50 евро los. Может быть еще какую-то мелочь и ты уже отдал 15 евро. 50. 50. Mal gucken, как это еще будет развиваться. Все бросил. Что это, что все, в межии. Раньше – образование было намного лучше. Что они учатся сейчас в школе? Раньше – было основание, на которой можно было что-то строить. Насколько ценна образование сегодня. Но и люди сами по себе были совсем другие, чем сегодня. Они были готовы помочь, поддержать. Сегодня думает каждый только о себе. Мы живем в страшные времена. Чем это все закончится, неизвестно. И что там Бог себе думает. Эти мысли были от человека, у которого был такой опыт. Но я думаю, что в сравнении с этим человеком еще более-менее хорошо. И мы хотим посмотреть на одного мужчину из Слово Божье, который жаловался. И он также видел Несправедливость. Политическую ситуацию. И проблемы людей. И он задавался вопросом, Бог, ты где? И мы хотим прочитать Пророк Аввакук. 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 Из Стихов 1 по 4. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Аввакук в форме einer Vision erhielt. И мы хотим прочитать Пророк Аввакук. Und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen und Zingeln, die Unschuldigen. Und das Recht wird in Unrecht verdreht. Пророческое видение, которое видел Пророк Аввакук. Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мной? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает правильного, то и суд происходит превратный. Мы видим, что ситуация действительно серьезная. Речь идет не о паре булочек, которые стали дороже. Но он видит вокруг себя разруху и насилие. Этот человек не был негативным человеком. Или у него было просто плохое настроение, и он такое написал. Это была Реальность. И с этой Реальностью он приходит к Богу. И нам тоже можно это делать. Бог хочет, чтобы со своими мыслями, со своими переживаниями мы приходили к нему. Нам не нужно представляться, не нужно меняться. И так Аввакук приходит к Богу и говорит, Господь, я молюсь к тебе. Но ничего не меняется. Не становится лучше. Бог, почему ты не реагируешь? Ты что, меня не видишь? Ты разве не видишь ситуацию вокруг меня? Ты разве не видишь, как боже и плохие люди сегодняшние? Разве ты не видишь, насколько злые люди вокруг меня? Ты разве не видишь, как невинные страдают? Может быть, ты тоже задавался уже этим вопросом. Может быть, ты тоже задавался этим вопросом. Может быть, ты сегодня тоже в такой ситуации говоришь, Господь, я вызываю к тебе, а ты не отвечаешь. Мои обстоятельства не меняются. Господь, ты вообще слышишь мои молитвы? Господь, ты видишь меня вообще? Как реагирует Бог на это? Я уже хочу сделать шаг вперед и объяснить, в каком направлении это все идет. Господь говорит к Аввакуму и говорит, ты видишь ситуации, ты видишь эти проблемы. Но во всем этом ты меня не видишь. Ты видишь проблемы и приходишь с ними ко мне. Но твой Фокус, твой взгляд лежит на проблемах. Но Бог говорит, твой Фокус должен быть направлен ко мне. И то, что ты видишь у меня, ты должен принести в свое окружение. То, на что мы смотрим, это и есть источники нашей жизни. Д.е. Аввакума смотрел на проблемы и это его питало. Поэтому он был настолько в отчаянии, настолько ему было плохо. Он не знал волю Божью. Я слишком тороплюсь, шаг за шагом. И тогда Бог объясняет Аввакуму свой план. И давайте посмотрим, что произошло потом с этим Пророком. Я читаю из 3. Главы, стихи 17-19. Главы, стихи 17-19. Главы, стихи 17-19. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нева не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Что здесь произошло? Как раз только что он жаловался Богу. И на Бога, и говорил, Бог, что ты делаешь? Или лучше сказать, почему ты ничего не делаешь? И теперь он вдруг говорит, все равно, что произойдет, я все равно буду славить Господа. Я все равно буду радоваться. Но посмотрите на стихи, где он описывает. Он описывает Голод. Он описывает, когда все высохло, когда Жара стоит. Это жизнь действительно в опасности и очень тяжелая ситуация. Но он говорит, все равно я буду славить Господа. Он описывает здесь настолько страшные проблемы. Ночнее к Брючкам. Die Брючки не подорожали, их вообще нет. И нет больше Круассанов. И нет больше Steaks. Ничего больше нет. И он говорит, все равно я буду славить Господа. Я не буду смотреть на обстоятельства вокруг меня. Но что произошло, что он изменил свое мышление? Бог объяснил ему свой план. Он сказал, доверяй мне, я знаю, что происходит. Я хочу вас пригласить, почитать дома книгу Аввакума еще раз, там всего три главы. И вопрос, который я хочу тебе и мне задать сегодня. В каком состоянии я нахожусь как раз? Bin я Хабакук из первой главы? Я тот Аввакук, который был описан, который говорил в первых главах? Der zu Gott kam и сказал, Gott, das ist schlecht, das passt nicht, почему ты это не ändраешь? Тот, который приходил к Богу и говорил, Господь, это плохо, тут плохо, почему ты здесь не меняешься или там? разве ты не видишь, как мне тяжело? Или Аввакук с 3 главы, который понимает и говорит, Господь, у тебя все под контролем. Даже если я не понимаю, я понимаю то, что ты все понимаешь. У тебя есть план для меня. У тебя есть план для человечества. И Аввакук повернул свой взгляд с видимого на невидимое. И он возрадовался. Дело в том, что мы часто думаем, что все плохо, все прошло. Но Бог все равно находит путь и показывает нам, что победа за ним. Я объясню с удовольствием. Вспомните их крест. Иисус висит на кресте. Что думали ученики? Неужели это конец Плана Божьего? Наш Мастер там распят? Разве это конец нового учения? Иисус висит на кресту? Ненависть человеческая действительно прибила его ко Христу? Иисус висит на кресту? Разве грех, действительно ли грех победил? Я думаю, если ты и я иисус в этой ситуации, мы бы тоже думали, что дальше? Ученики, которые три года находились со Христом, они не поняли, что все это значит. Но Бог говорил, у меня все равно есть выход. Иисус висит на кресту. Иисус висит на кресту. И Бог воскрешает Христа из мертвых. И показывает, что я победил. Даже если ты не мог себе это представить, у меня есть путь для твоей жизни. Но самое таинственное это отрезок между смертью и воскресеньем. Сколько произошло в это время? Что все было в это время? Что все ученики передумали в это время? Они были разочарованы. Траурь. Они печалились. Wahrscheinlich, возможно, возможно, они были без надежды. Может быть, они были огорчены. Кто-то сомневался во Христе. Петрус висит на кресту. Петр успел за это время три раза отречься от Христа. И мы заметили, что вот этот отрезок времени, который настолько подействовал на учеников, он настолько всего поднял в их сердцах, чтобы они могли понять, в кого и во что я верю. На кого я действительно смотрю. Смотрю я сейчас на обстоятельства, на то, что видимо, или я смотрю на невидимого Бога, у которого всегда есть план. И этот отрезок времени настолько важен, потому что только в этом отрезок видно, кто мы на самом деле есть. И именно в этом отрезке времени находился Аввакум. Сначала он видел только проблемы. И Бог показывает ему его сердце, то, в чем он верит. И в третьем стихе, можно его назвать воскрешение, он понял план Божий и понял, что Бог приготовил. Поэтому я хочу тебе и мне задать вопрос, где мы находимся? Вем вертроем мы? Кому мы доверяем? Когда я смотрю на мир, смотрю я с перспективы человека или с перспективы Бога. Где сейчас находится твоя личная жизнь? Стелешь ты vielleicht auch die Frage, Gott, wo bist ты? Сихст ты, womit я к этому борюсь? Хörst ты не мои Гебеты? Не слышишь ты сейчас мои Молитвы? Но Бог тебе говорит в это время, показывает то, что в твоем сердце. Это время, в которой я хочу работать на твоем сердце. Но если сейчас как раз тяжело, это не значит, что я тебя забыл. Как раз это время, этот отрезок времени принадлежит моему плану. И нельзя перепрыгнуть через это время, но мы должны в принципе умереть, чтобы опять воскреснуть. Это значит, мы не смотрим больше на свои проблемы, но мы смотрим на того Бога, который сам есть решение всех проблем. Значит, это значит, что все проблемы растворились в воздухе? Нет, но это означает, что эти проблемы больше не тянут меня вниз. Потому что этот Бог во мне, он больше всех моих проблем. Бог моя Сила. Это то, что мы можем снова и снова повторять. Бог моя Сила. И если эта проблема встала передо мной как большая скала, и я думаю, что я не могу это преодолеть, это как стена. Что мы прочитали в этих стихах? Здесь стоит также что-то на скале. Он сделает мои ноги как у оленя, и на высоте мои возведет меня. Это значит, с Божьей помощью я могу все преодолеть. Я принес вам мою Газель. Also, это не мою Газель. Картинку, не настоящую Оленя. Я не знаю, знал ли ты об этом, но одна Газель может прыгнуть 10 метров вперед и 3 метров в высоту. Я не знаю, насколько, какая ширина у сцены, но примерно можете себе представить, что это за прыжок. Бог использует эту картину, эту метафору, чтобы сказать, не важно, насколько большой проблема, со мной ты можешь это перепрыгнуть, что ты можешь сказать, что ты можешь сказать, ах, это все уже позади. Вопрос снова и снова, что находится внутри меня? На что я смотрю? Если мы понимаем, что, да, этот Бог видит меня, и я часть его плана, то я могу все равно смело идти вперед. Все зависит от нас. Я недавно я разговаривала с одним человеком, и мы говорили о книгах. И Бог говорит, я читаю эту книгу. И Господь говорит, я читаю эту книгу. Он говорит, что я уже эту книгу два раза прочитал. И когда я читал ее второй раз, то я прочитал ее как будто бы в первый раз, потому что я понял те вещи, которые я с первого раза вообще не понял. Это так часто происходит, когда мы Библию читаем. Изменилась ли Библия? Нет. Ты возрос. Изменился твой взгляд. И это должно происходить дальше и дальше. И мы должны так крепить, чтобы ничего не смогло нас тянуть. Чтобы мы с радостью двигались вперед. И чтобы мы могли сказать, Господь, Ты моя Сила. Ты моя Спасение. И Ты моя Радость. И если я увижу скалу, я больше не испугаюсь. Сondern я разбегусь. И скажу, Господь, помоги. Мы должны перепрыгнуть. Но разбежишься ты или нет, это не зависит от Господа. Но от Тебя и от меня. Ты можешь остаться сидеть и рассматривать эту скалу. Начать ее измерять, насколько она высокая, широкая. Ты можешь позвонить всем твоим друзьям и начать им рассказывать, какая огромная эта скала. Но это не поможет. Но Бог говорит, но Бог говорит, разбегись. Бог говорит, разбегись. Бог говорит, разбегись. Я дам тебе силу, я толкну тебя вверх, чтобы ты действительно это все перепрыгнул. Не жалуйся, какая большая эта скала. Не важно, что это за скала. Мы иногда мастера жаловаться. Господь, почему на работе все коллеги меня раздражают? Когда я домой к нам, нервит меня мой род, я дам к нам, мой супруг или супруга меня раздражает. Я дам к нам, нервит меня мой род. Я дам к нам, там сосед. Я хочу вверх, Только хочу спать, дети начинают раздражать меня. Может быть, не проблема в других, но может быть, ты должен сделать такой прыжок и изменить характер. И irgendwann, ты веришься вверх и, да, просто смеешься. Потому что ты понимаешь, что Бог тебя укрепляет. Потому что Бог тебе только так много, как ты можешь нести. Ласшим мысль из 1 Кориндзя 10, 13. Давайте прочитаем 1 Кориндзя 10, 13. Верния 10, 13. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым, сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Это значит, Бог даст выход. И этот выход не в том, чтобы обойти эту скалу, а перепрыгнуть через нее. И эта скала настолько высока, насколько ты можешь перепрыгнуть. И еще раз Бог говорит, я верен. И не обстоятельства господствуют над твоей жизнью, а я всемогущий Бог. Не важно, что происходит. Бог говорит, я вижу тебя. Я Бог, видящий. Я вижу прошлое, настоящее и будущее. И у меня есть план для твоей жизни. Но вопрос, который мы можем себе задать, Видим ли мы Бога, который видит нас? Смотрим ли мы действительно на Него? Это не просто мы знаем, да, Бог видит меня. Но значит, взираю ли я на Него? Если ты говоришь, да, я взираю на Него, Тогда твоё сердце исполнено радостью. Тогда sagst du, Бог ist meine Kraft und Gott ist mein Heil. И ты говоришь, Бог моё спасение и Бог моя сила. Если другие уже согнулись и грустные, То я всё равно иду вперёд. И эта проповедь, это как подтверждение тому, что Бог говорит, я вижу тебя. Но в любая проповедь, в ней есть возможность к переменам. И в завершении я сформулировал три вопроса. И я хочу, чтобы ты в следующей недели, и также в молитвах, ты размышлял об этом. И эти первые вопросы, это очень простые вопросы. Первый вопрос. Глябе я, что Бог меня в моей ситуации? Не надо торопиться, ответить религиозно. Да, я верю. Но верю ли я действительно, что Бог меня видит? Интересный вопрос. Второй вопрос. Мы перевернём ситуацию. Что мне нужно сделать, чтобы смотреть на Бога? Я могу верить в то, что Он меня видит, но какие шаги должен сделать я, чтобы смотреть на Него, смотреть на Него? И ещё конкретнее сформулировано в третьем вопросе. В какие сферы, в какие периоды моей жизни мне приходится перепрыгивать через свои скалы? Что как раз сейчас стоит перед Тобой? Может быть, это уже слишком долго перед Тобой стоит. Но оно у нас так долго будет стоять перед Тобой, пока ты не перепрыгнешь. И Бог говорит, я дам тебе для этого силы. Но ты должен разбежаться. Смотри на меня и доверяй мне. Я вижу тебя в любой ситуации в твоей жизни. И я хочу, чтобы мы сейчас молились об этом и размышляли. Господь, я благодарен Тебе за эту проповедь. Что Ты нам по-новому показываешь, насколько сильно Ты нас любишь. Что Твои планы, они превосходят наше представление. Господь, Ты показываешь нам, как нам пережить эти перемены. Мы благодарны Тебе за Пророка Аввакума. И в этой книге мы видим, насколько он возрос. Как он доверял Тебе. Как вначале он жаловался на свои обстоятельства. А потом он сказал, все равно, что произойдет. Я пойду вперед. Я радуюсь. Потому что Бог – Сила моя. С ним я могу перепрыгнуть. С ним я могу перепрыгнуть. Через мои скалы. И это мы хотим сегодня утром также сказать. Господь, там, где перед нами стоят скалы. Может быть уже много дней. Может быть уже недели, месяцы, а может быть и годы. Господь, помоги нам. Дай нам этот Толчок, чтобы мы действительно смогли отойти и разбежаться. И как эта Газель просто прыгнуть. Чтобы мы взяли на Тебя и Тебе доверяли. И потом сказали, ах, уже все позади. Мой Бог у меня есть план для меня. Он видит меня. И я не позволю себя тянуть вниз. Никто и ничто не украдет мою радость. Потому что мой Бог со мной. Иисус, мы благодарны Тебе за это. Что мы снова и снова можем переживать, насколько Ты чудесен. И если мы сейчас в этот период времени, где Ты работаешь над нашим сердцем. И мы просим Тебя, Господь, мы хотим себя полностью отдать Тебе, чтобы Ты работал над нашим сердцем. Потому что Ты делаешь лучшее из нас. Ты хочешь лучшее для нашей жизни. Часто мы этого не понимаем. Потому что это требует многого от нас. Но это производит нас что-то очень чудесное, прекрасное. Иисус, мы благодарны Тебе. И мы славим Тебя. Аминь. Аминь. Аминь.